Сеть швейцарских клиник «Женолье» представляет Здоровый с обертки любимого швейцарского шоколада И вот мы подъезжаем к клинике, где расположен Центр предупреждения старения Уже совсем скоро нам предстоит интервью с его руководителем, известным далеко за пределами страны Профессор Жак Пруст признанный эксперт в вопросах продления молодости И научный директор лаборатории по созданию косметических средств с пометкой Anti-Age Наше старение не запрограммировано генетически Не существует гена старости или молодости Организм — это динамическая система, которая состоит из 300 миллиардов клеток, которые постоянно работают Они делятся, восстанавливаются или отмирают Пока клетки имеют способность к восстановлению в той же степени, в которой они изнашиваются, вы остаетесь молодыми Когда процесс отмирания начинает преобладать над восстановлением, прогрессирует старение И вот то, что обусловлено генетически — это эффективность восстановительных механизмов То есть наша способность к сопротивлению старению По словам профессора Пруста, чтобы продлить молодость, нужно не только помнить о необходимости избегать вредные привычки Но и завести еще одну полезную — вовремя проходить чекап Другими словами, медицинское обследование, как это делают все швейцарские женщины без исключения До 30-35 лет организм и сам хорошо регулирует процессы восстановления клеток Позже уже тяжелее Это и есть тот возраст, когда начинается старение, и я рекомендую проходить чекап Для молодых женщин достаточно один раз в год сдавать кровь, чтобы определить уровень железа Железо — крайне необходимый элемент для молодости, чтобы снабжать клетки организма кислородом При его недостатке начинаются сложности с питанием эпидермиса и начинается увядание кожи В 45-50 лет Жак Пруст рекомендует делать акцент на контроле гормонального баланса Чтобы предвосхитить период менопаузы и сгладить острые углы при наступлении климакса На конец возрасте 50-55 лет возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний И надо на этом фокусировать внимание, ведь задача чекапа — выявить латентные заболевания Пока они не дали знать о себе внешними проявлениями Следующее золотое правило — предотвращение старения Когда вы не используете определенный орган или функцию, они начинают отмирать Например, если вы не используете свои мышцы, потому что не двигаетесь достаточно Тогда вы будете терять свою костную и мышечную массу За этим следует потеря формы тела, кости становятся хрупкими А организм в целом очень подвержен бактериальным и прочим инфекциям Если вы не тренируете мозг, то связь между нейронами начинает слабеть И вы можете потерять свою умственную способность То есть чем старше вы становитесь, тем больше вы должны заставлять себя заниматься фитнесом Читать книги и сохранять социальный контакт 50-60 лет обязательно нужно ходить в рестораны Принимать приглашения в гости, как можно больше общаться с молодежью Ну и конечно не стоит забывать об образе жизни Кожу нужно обязательно защищать от солнца, даже зимой и даже в пасмурную погоду Иначе вы просто обречены на фотостарение Например, у курильщиков очень рано появляются специфические крестообразные морщинки И землистый цвет кожи Желательно заниматься спортом три раза в неделю, по два часа в среднем И сочетать кардионагрузку с тренировкой мышечной массы Потому что после 45 лет вы начинаете ее терять И очень важно сохранить мышечную массу Потому что это резервуар для аминокислот Который помогает организму бороться с инфекциями И быть устойчивым к внешним воздействиям В следующем выпуске программы мы продолжим разговор с профессором Прустом И узнаем, какие компоненты в косметичке и продукты в нашем меню Являют собой залог красивой, упругой и молодой кожи Возрастные изменения на лице – неизбежный штрих природы Который дополняет картину жизни абсолютно каждой женщины Разница лишь в том, случается это рано или поздно Надо понимать, что кожа – это часть тела Она имеет свойство стареть так же, как и другие органы Я уже говорил, что организм – это динамическая система И наша кожа тоже должна постоянно обновляться В норме – каждые три недели Но чем старше мы становимся, тем чаще процесс нарушается К 60 годам обновление эпидермиса замедляется до шестинедельного цикла Так можно ли обмануть время? Поинтересовались мы у руководителя Центра предупреждения старения? Что мы пытаемся сделать – это сымитировать наши собственные биологические механизмы В результате длительных исследований в лаборатории нам удалось синтезировать Так называемые биологически идентичные молекулы Они абсолютно идентичны тем, которые вырабатывает наша кожа И которые со временем наш организм не способен производить в необходимом объеме Однако космецевтика сама по себе не панацея И Жак Пруст настоятельно рекомендует сочетать ее с диетой, богатой антиоксидантами Антиоксиданты защищают наш организм от свободных радикалов Которые нарушают естественные биохимические процессы в клетках И приводят к раннему старению организма Самым сильным антиоксидантом считается астаксантин Он обладает ярко-красным пигментом и содержится в лососе, фореле, креветках и некоторых водорослях Лучшие же антиоксиданты, которые вы можете получить из растительной пищи – это биофлавоноиды Они в большом количестве содержатся во всех ярко-окрашенных фруктах и ягодах Например, в клубнике, ежевике, абрикосах и так далее А вот достаточное количество витамина С спасает не только от простуды Но и в значительной степени способствует синтезу коллагена и эластина Так что не отказывайте себе в порции смородинового желе или клубничного смузи Такой десерт поможет не только скоротать промозглый осенний вечер, но и чуточку похорошить Поскольку в Швейцарии нас интересовало абсолютно все, что связано с темой продления молодости То следующим обязательным пунктом в программе нашей съемочной группы стал биологический антивозрастной центр в Монтрё У порога нас радушно встретил его руководитель, доктор Жан-Клод Менге Когда мы видим по состоянию глаз, состоянию волос или состоянию кожи, что с человеком что-то происходит, как правило, бывает уже слишком поздно Антивозрастной подход в медицине основан в первую очередь на превентивных методиках И его главная задача еще задолго до внешних проявлений диагностировать и предупредить угрозу организму Первое, на что должен обратить внимание человек, это усталость Если появляется ощущение хронической усталости, вы просыпаетесь утром, а чувства, что вы отдохнули, нет Это первый сигнал о том, что в организме нарушен баланс и идет активный процесс старения Есть и другие признаки, по которым можно определить, что у человека что-то не в порядке Если у него мешки под глазами, значит, либо существуют проблемы с почками, либо организм перегружен тяжелыми металлами Либо это, опять же, хроническая усталость Кстати, замечено, если провести очищение организма от тяжелых металлов, то он заметно омолаживается Ведь во многом наша молодость и здоровье зависят от нормального течения обмена веществ По словам доктора, каждый внутренний орган человека напрямую связан с определенной частью лица Поэтому то, как мы выглядим, в прямом смысле – зеркальное отражение нашего внутреннего состояния Например, состояние наших век, а также слух зависят от работы почек А зрение имеет прямое отношение к здоровью печени То есть, если проблема с глазами, то зачастую надо начинать не с глаз, а с печени И если мы приведем в порядок внутренние органы, то и на лице появится свежий взгляд То же самое происходит и с кожей лица Когда мы излечиваем клетки печени, то автоматически начинают перерождаться и клетки кожи Обновление в разных слоях кожи через внутреннее омоложение гораздо эффективнее нанесения крема Темой продления молодости доктор занимается уже около 30 лет Ответы на свои вопросы он искал не только в известных на весь мир швейцарских медицинских традициях Но и в гомеопатии, а также китайской и тропической медицине А нашел в методе, который впервые открыли и начали исследовать русские ученые еще в конце 19 века Сейчас омолодить человека действительно возможно На основе сложных анализов трех жидкостей – слюны, крови и мочи Можно определить биологический возраст человека И если фактически возраст изменить нельзя, то биологический в ходе лечения можно заметно снизить Медицина 21 века – это соединение знаний медиков и знаний физиков А если точнее, это воздействие на клетки организма методом биорезонансной терапии Суть в том, что у каждой клетки есть определенная частота колебаний Аппарат помогает различить сигнал, передаваемый здоровой клеткой И сигнал, который производит больная клетка И изменив частоту колебаний больной клетки, ей можно задать доброкачественную программу То есть теперь мы в буквальном смысле способны перерождать клетки Так, например, можно за несколько лет до наступления у человека инфаркта диагностировать и предупредить его Конечно, мы не в силах вернуть к жизни мертвые клетки, но можно простимулировать соседние, чтобы они взяли на себя функции мертвой Что важно для человека, чтобы оставаться молодым? Это определенный заряд энергии, который складывается из четырех частей Энергии, данной нам от рождения Энергии, циркулирующей в органах Способности организма правильно использовать энергию, данную от природы, что очень важно Ведь, например, если у вас есть деньги в банке, но нет ключа от ячейки, то толка от денег нет И, наконец, четвертое – это способность к накоплению энергии И все же, по словам доктора, жизненную энергию нельзя синтезировать исключительно в клинических условиях Ее зарождает сам человек здоровым образом жизни, качественным отношением к отдыху, стремлением к саморазвитию и созиданием гармонии вокруг себя Один из самых красивых и роскошных уголков Швейцарии, городок Монтрео, встретил нас нахмурившимся небом и прохладным осенним дождем Но это не омрачило впечатление, ведь нам предстояла встреча с поистине легендарным доктором Мишель Пфульк – пластический хирург, чье имя знакомо многим знаменитостям Поговаривают, что его таланту доверяла свою внешность даже сама Коко Шанель Сегодня ее примеру следуют голливудские звезды и селебрити первого эшелона Профессор Пфульк славится высоко художественным подходом ко всему, чего касается его рука Будь то интерьер собственной частной клиники, расположенной в старинном особняке с видом на озеро Лиман Или его взгляд на идеал внешности, который он описал в своей книге «Красота как искусство» Почему есть вещи, которые нравятся абсолютно всем? Например, картины эпохи Возрождения Или люди, которых все считают красивыми, потому что во всем, в том числе и во внешности, есть идеальные пропорции На основе многолетних исследований и опыта работы я пришел к тому, что к человеческой красоте, так же как к шедеврам живописи и архитектуры, а так же многим природным явлениям, применимо правило золотого сечения Просто глядя на лицо, очень сложно рассчитать пропорции, нужно сделать фотографии, изучить их, посмотреть под разными углами и соотнести размеры Если вы хотите узнать, насколько идеальна ваша внешность, возьмите свое фото-анфас и разделите его на три части От верхней точки лба до бровей, от бровей до основания носа и от основания носа до подбородка В идеале все отрезки должны быть одной длины Расстояние между крыльями носа должно совпадать с расстоянием между глазами, а последнее, в свою очередь, равно ширине одного глаза А теперь измерьте два угла в профиль Первый между кончиком носа, ухом и подбородком, и второй между кончиком носа, ухом и верхней точкой лба Чем соотношение ближе к золотому числу, тем вы ближе к совершенству Проанализировав внешность самых публичных женщин современности, профессор Пфульк включил в идеальный рейтинг Сиену Миллер Которая удостоилась 9 баллов из возможных 10 И нашу соотечественницу Дашу Жукову Ей он поставил 8 баллов У русской топ-модели Натальи Водяновой идеальный профиль и очень красивые глаза Она обладательница так называемого звездного разреза глаз Когда внешний уголок чуть приподнят к виску Но более всего к идеальной формуле приближены черты лица Кейт Мосс За небольшим исключением в области губ, все ее пропорции соответствуют золотому числу Делать людей красивее, по словам Мишеля Фульга, это призвание и смысл всей его жизни Он считает, что пластическая операция отнюдь не тот факт в биографии женщины, которого нужно стесняться Но при этом профессор убежден, что к помощи хирурга нужно прибегать только после того, как исчерпаны все средства эстетической косметологии Я не советую делать круговую подтяжку лица раньше 45 лет Это неразумно, конечно, если речь не идет о посттравматическом вмешательстве Самый благоприятный период для кругового лифтинга 45-55 лет Нужно понимать, что это очень сложная процедура, ее нельзя делать больше 2-3 раз Потому что в противном случае лицо начинает менять свою форму и черты, а это не является целью пластического хирурга Хотя по опыту могу сказать, что вторая операция по подтяжке является наиболее эффективной, дает наилучшие результаты По большому счету можно за свою жизнь сделать бесчисленное количество пластических операций При условии, что вы меняете орган Но задача хирурга не исполнить прихоть пациента А оценить, насколько это необходимо и, если требуется, вовремя его остановить Ведь слишком ранее и частое обращение к хирургу не может привести ни к чему, кроме преждевременного старения организма О других тонкостях пластической хирургии, а также рейтинге самых популярных операций красоты среди знаменитостей Профессор Пфульк расскажет уже в ближайшем выпуске ФАМ-ТВ Не пропустите! Продление молодости и красоты – жизненное призвание самого авторитетного пластического хирурга Европы и основателя Института красоты Ла Клиник профессора Мишеля Пфульга Поэтому даже в невероятно плотном графике звездный доктор уделил нам время на развернутое интервью Во время кругового лифтинга лица задача пластического хирурга не просто подтянуть кожу, а переместить мышцу на то место, где она находилась у человека в молодом возрасте Тем самым придав ему молодой вид Это очень сложно объяснить детально Но если в двух словах, то мы отделяем кожу от мышечной ткани И дальше, согласно типу лица, скульптурируем мышцу Где лучше придать объема, а где убрать опадение мышцы После чего иссякаются излишки обвисшей кожи И она просто накладывается на подтянутую мышцу Именно накладывается, а не натягивается Дабы избежать искажения черт лица По словам профессора, среди пластических операций нет градации по степени омолаживающего эффекта Вопрос в том, какая из них привнесет больше свежести во внешний вид человека Для кого-то это будет блефаропластика, а для кого-то, к примеру, коррекция носа В топе довольно классические операции На первом месте традиционно располагается ринопластика То есть изменение формы носа К этой операции часто прибегают публичные люди Фотомодели, телеведущие Так как на экране нос выглядит чуть больше, чем он есть в обычной жизни На втором месте блефаропластика или коррекция век Третью позицию прочно удерживает пластика груди Время от времени ко мне также обращаются девушки с просьбой удалить им нижние ребра Чтобы их талия стала более тонкой Есть запросы и по интимной пластике Речь не только о коррекции растянутых мышц вагины Но и эстетическом уменьшении половых губ Среди мужчин наиболее спрашиваемые операции Это коррекция мошонки и увеличение полового члена Также у них популярна операция по пересадке волос Однако не стоит обманываться, что пластическая операция Подобна взмаху волшебной палочки Раз, и вы проснулись красивая и счастливая Период реабилитации после хирургического вмешательства Составляет две недели, чтобы выглядеть презентабельно И два месяца, чтобы выглядеть отлично С пометкой, что в это время нужно много работать над собой Пациенту прописывают массажи, чтобы снять отечность тканей и ускорить процесс заживления рубцов Дает рекомендации по уходу и кремам, потому что нужно интенсивно увлажнять кожу, чтобы она восстанавливала свою эластичность И даже прописывают специальную диету Да, иногда бывает так, что сделав одну операцию, женщина хочет еще и еще И сложно остановиться Среди моих пациенток это редкость Если женщина в 40 лет сделала блефаропластику, а в 50 пришла за круговым лифтингом Я считаю это нормально и готов помочь Я заметил другую тенденцию, когда дети хотят повторить то, что делают родители Например, девушка хочет сделать мамопластику по примеру мамы, изменившей форму и размер груди О последних достижениях в мамопластике и новом голливудском тренде Избавлении от пышных объемов мы продолжим разговор уже в ближайшем выпуске Субтитры создавал DimaTorzok